Qualcomm представила однокристальные платформы Snapdragon 620, 618, 425 и 415. Qualcomm представила однокристальные платформы Snapdragon 620, 618, 425 и 415 компания. Qualcomm довольно неожиданно анонсировала сразу четыре новые однокристальные платформы. Snapdragon 620, 618, 425 и 415. Забегая наперед, отметим, что ни одна из представленных не располагает новыми процессорными ядрами собственной разработки Qualcomm. Так что январские слухи, по крайней мере, касательно старшего из новых решений, оказались ошибочны. А вот февральская утечка частично оказалась верна. Но обо всем по порядку. Итак, платформа Snapdragon 620 получила в свое распоряжение 8 процессорных ядер. Четыре из них — это новейшие Cortex-A72, 1,8 ГГц, а еще четыре Cortex-A53, 1,2 ГГц. Любопытно, но модель GPU достоверно неизвестна. Qualcomm лишь указывает, что это решение нового поколения с поддержкой последних графических API и аппаратной тесселяции. Решение располагает новым модемом X8LTE Advanced Cat 7, который рассчитан на работу в паре с радиочастотным блоком Qualcomm RF360. И поддерживает агрегацию несущих 3 на 20 МГц. Кроме этого в активе новинки поддержка. Bluetooth Smart V4, 1, Qualcomm VEV, 802, 11HRI, Qualcomm iZart. Платформа способна кодировать и декодировать в видео в формате HEVK, H-265, записывать видео 4К при 30 КС либо видео 1080 рублей при 120 КС. Два процессора изображения обладают пропускной способностью 930 МП, СИ поддерживают датчики разрешением до 21 МП. ОМП Snapdragon 620 поддерживает дисплей разрешением до 2560 Х 1600 точек и память. LPDDR3 также присутствует поддержка технологии Quick Charge 2.0. Платформа Snapdragon 618 отличается от старшей версии лишь в одном. Вместо четырех ядер Cortex A72 платформа располагает лишь двумя. То есть, Snapdragon 618, шестидерная, СОК, все остальные возможности и особенности старшего решения, включая GPU нового поколения, присущей Snapdragon 618. Однокристальные системы Snapdragon 425 и 415 также отличаются несущественно, хотя иначе, нежели старшие решения. В конфигурацию этих двух новинок входят по 8 процессорных ядер Cortex A53 и GPU Adreno 405. То есть, СОК схожи с платформой Snapdragon 615. Разве что, у старшей модели процессорные ядры могут функционировать на частоте до 1,7 ГГц, а у младшей – до 1,4 ГГц. Еще одно отличие в модемах сатовой связи. Если Snapdragon 425 получит модем X8LTE, как и старшие новинки, то для Snapdragon 415 компания выделила модем X5LTE Cat 4,150 в секунду. Оба решения поддерживают Bluetooth V4, 1, 2 диапазоны 802, 11 АЧ, Wi-Fi и Qualcomm iZart Snapdragon 425. Кроме этого, располагает двумя процессорами изображения и поддерживает камеры разрешением до 21 МП, а также экраны. Full HD, Snapdragon 415 может похвастаться только поддержкой 13 МП камер и дисплеев разрешением 720 рублей вполне возможно, уже на выставке. MWC 2015 некоторые компании анонсируют смартфоны с новыми решениями. Qualcomm Однако, ожидать появления таких устройств в продаже, скорее всего, стоит не раньше лета. Источник Qualcomm Субтитры создавал DimaTorzok